Добрых людей больше, чем злых. Именно так считает Ирина Чиндина. Женщина лишилась ноги 9 лет назад. В это же время погиб ее муж. С тех пор продолжается ее борьба за жизнь и место под солнцем. Родственников нету, муж погиб. Я сама интернатовская, детдомовская. У вас нет родителей? Нет родителей. Поэтому все одно к одному. И так получилось. Но вы не унываете? Нет, нет. Я стараюсь. Окошко здесь сделала. Линолеум постелила недавно. Но по мере возможности. Каждый новый день для Ирины – испытание судьбы. Скользкий кафель душевой, перегоревшая лампочка возле раковины, где она моет посуду. За продуктами женщине помогает ходить соцработник. Правда, ее скромных доходов хватает только на самые необходимые. Пенсия маленькая. Кварплата у нас очень огромная. И у нас продукты, питание мы экономим. На всем экономить уж приходится. 7 тысяч, как вы думаете, пенсии. Держаться и не опускать руки нижнекамке помогают друзья и соседи. Несколько лет назад подруга помогла ей поклеить обои в ее крошечной комнате общежития. А соседи принесли мебель. С соседями мы очень дружно. Мы общаемся. Очень теплое у нас отношение. Это очень замечательно. Вот компьютерный стол мне дали. Ну, они как бы знают то, что я нуждаюсь. Потом вот кухонную гарнитурой я тоже спрашивала. Мне вот предложили не новый. Ну, просто так тоже. Нижнекамка просит помощи у неравнодушных горожан. Ей необходимо сделать ремонт в комнате, поменять обои и привести порядок потолок. А еще нужен бельевой шкаф. Желающие помочь могут позвонить соцработнику по номеру, указанному на экране. Наталья Плотникова, Мартель Жураев. Новости НТР. Новости НТР.